МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+, выпуск новостей в студии Ольга Володина. В Мурманске дан старт первому в стране чемпионату профессионального мастерства по северным профессиям. В нем принимают участие студенты из восьми арктических регионов России. Ритмичные звуки этнических барабанов с первых минут погружают собравшихся в зале в атмосферу севера. В них чувствуется мощная энергия древней природы. Тысячелетиями человеку, чтобы выжить в суровых условиях, приходилось много трудиться и совершенствоваться, ведь север ничего не отдавал даром. Сегодня технологии шагнули далеко вперед, но принцип остался прежним. Арктика – место для настоящих мастеров своего дела. Руководство нашей страны придает огромное значение развитию арктических территорий России. Это не только наше прошлое и настоящее, это наше будущее. То, каким оно будет, зависит от людей, которые сегодня живут и трудятся на севере. Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям – событие для страны уникальное. Впервые такие соревнования проводятся с учетом специфики именно арктических регионов. 80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет студенты колледжей и профессиональных училищ выявят лучшего в 15 компетенциях. Чемпионат, по большому счету, в нем каждая площадка – это мини-производство, которое обыскает продукцию. То есть это не разговор. И здесь для региона, что важно, получается взаимообмен. То есть, по большому счету, данная практика работает как такое адресное кадровое агентство. Современный север – это широкие возможности для профессиональной самореализации. Помимо повсеместно распространенных специальностей, таких как электромонтаж или сварочные работы, на тематических площадках соревнований будут представлены оленеводство и туризм, народные промыслы и геопространственные технологии. Работу участников оценят сертифицированные эксперты Агентства развития навыков и профессий. Соревнования продлятся до 14 августа. Всеволод Краснов, Максим Чинкин, ТВ21+. На развитие Ковдорского ГОКа направят 100 миллиардов рублей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров компании Еврахим Игорь Нечаев подписали соответствующий контракт. В ближайшие 10 лет деньги будут инвестированы в развитие комбината. Это позволит увеличить добычу, модернизировать обогатительную фабрику и поднять уровень производства готовой продукции. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места. Все это, по прогнозам специалистов, обеспечит предприятию еще как минимум 25 лет стабильной работы и около 23 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональную казну. Студенты колледжа и техникумов Мурманской области начнут получать новую стипендию. По поручению губернатора отличникам ежемесячно будут выплачивать по 10 тысяч рублей. Кроме того, в Заполярье продолжат поддерживать и талантливую молодежь. Мы вводим в сентябре стипендию в 15 тысяч рублей ежемесячно для тех, кто занимается помимо учебы, еще активной деятельностью в культуре, в спорте, в других общественных инициативах. И вот такие ребята будут ее получать. Мы ввели стипендию для тех талантливых школьников, которые являются победителем Всероссийской Олимпиады. До начала учебного года осталось ровно три недели. Это значит, что дети уже выбирают тетради. Родители настраиваются на собрания, учителя проверяют планы уроков. Школы тоже готовят к первому сентября. Классы нужно отмыть и проветрить, закончить ремонт и установить новое оборудование. Все это происходит в рамках программы развития образования на 2018 и 2024 год. О ее итогах за это лето расскажет Александра Клепцова. Каждый год 10-я Мурманская гимназия занимает высокие позиции в рейтинге школ. А ее воспитанники показывают достойные результаты на всевозможных спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Для комфортных занятий в стенах второго дома летом здесь отремонтировали несколько кабинетов. Спортзал, столовую, установили дополнительные камеры на спортплощадке и закупили новую мебель. Пока на данный момент существуют мелкие замечания, но до 1 сентября все мелкие замечания будут устранены. Все пока в порядке. Они молодцы. Они правда очень молодцы, умницы. Они делают очень много сами. С начала месяца комиссия проверила подготовку 29 образовательных учреждений к учебному году. Во многих, кроме косметического ремонта, проводится обновление систем отопления, водоснабжения, вентиляции и освещения. Школьные здания и здания детских садов – это такие учреждения, которые ежегодно требуют вложения, потому что здания стареют, детей много, движуха идет. Понятно, все происходит, особенно на опытах во время химии, биологии, физики. Поэтому ремонтировать надо, поддерживать или ремонтировать надо постоянно. Проверка завершится 17 августа. В списке объектов не только школа, но и дома творчества, образовательные организации, спортивные школы и детские сады. Александра Клепцова, Кирилл Группиняк, Руслан Мавлютов, ТВ21+. 13 августа Россия отметит День физкультурника. Поздравлять профессиональных спортсменов и приверженцев активного образа жизни в Мурманске начали заранее. Уже сегодня пройдет несколько торжественных церемоний и награждений. О них мы расскажем в вечернем выпуске. А сейчас материал Евгении Гречухи об открытии выставки фотопортретов руководителей спортивных организаций. Портреты именитых заполярных лыжников, биатлонистов, легкоатлетов, хоккеистов, кикбоксеров и шахматистов теперь украшают стену торгового центра в Мурманске. Среди них и фотографии Екатерины, чемпионки Европы и неоднократной чемпионки мира по биатлону в летних дисциплинах. У меня шибурашки по телу, потому что настолько это такое событие для нас и для моего окружения и родных. Мы надеемся, что спортсмены молодые, которые видят, сколько заслуженных спортсменов было представлено, здесь вдохновятся, будут заниматься, будут расти, у них будет желание заниматься дальше. Для того, чтобы получить почетное звание заслуженного мастера спорта России, необходимо пройти непростой путь. Стать победителем или призером Олимпийских игр, чемпионатов мира или Кубков Европы. И для 25 северян на портретах это стало посильной задачей. Мурманчане показывают своим трудом, своим опытом спортивным, своими достижениями, что мы можем очень многое. И слава о мурманске спортивном, она гремит. До обновления фотостены мурманчане разглядывали здесь заслуженных тренеров России. Выставка собрала множество отзывов и благодарностей и от гостей города. Традицию таким образом отмечать успехи спортсменов продолжит на очереди выставка, посвященная мастерам спорта международного класса и заслуженным работникам физкультуры. Евгения Гречуха, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Столицу Заполярья продолжают очищать от автохлама. Микроавтобусы и легковушки – представители отечественного автопрома и иномарки. Брошенные машины попадаются разные, но чаще всего ожидает их одна судьба – пресс. А их владельцев, если удается найти, штрафы. Старенький «Опель» уже давно примелькался жителям улицы Свердлова. Автомобиль стоит здесь не первый месяц, дополняя индустриальный пейзаж. Разбитые фары, корпус в ржавчине и дырах, спущенные колеса. Дверь багажника приоткрыта, как рот в безмолвном крике о помощи. Вряд ли такой конец он представлял, когда выезжал из сборочного цеха. Теперь это автохлам, а значит, на улицах города ему не место. Эти автомобили представляют собой источник повышенной опасности для жителей. Они привлекают к себе детей, которые по любопытству могут туда полезть и причинить себе какой-то вред. А также данные автомобили очень сильно затрудняют уборку улично-дорожной сети, особенно в зимний период. По словам специалистов, мониторинг парковок и обочин они проводят каждый день, а раз в неделю эвакуируют брошенное авто. Хотя, согласно статистике, их количество ежегодно сокращается. Это уже сотый экземпляр в этом году только в Ленинском округе Мурманска. Ежегодно с улиц города увозят порядка полутысячи ненужных машин. Опель со Свердлова отправится прямиком на специальную стоянку, где будет дожидаться своей дальнейшей участи. Хозяину, если его найдут, придется оплатить услуги эвакуатора и штраф в 3,5 тысячи рублей. Возможно, он даже захочет вернуть старичка. Ну или хотя бы фирменные кроссовки из багажника, чтобы не пошли под пресс вместе с автомобилем. Всеволод Краснов, ТВ21+. Кладбище домашних животных возле пляжа на реке Ура должны снести. Фотографии собачьих могил сколыхнули мурманские соцсети. Одни люди поддерживали хозяев, другие осудили. Ведь рядом водоемы. Вообще это незаконно. Если хоронить в землю нельзя, то как проститься с покойными питомцами, разбиралась Лада Егорова. Ремик, Персик, Оскар. Здесь не меньше 20 могил домашних питомцев. На самом деле картина очень трогательная. И за кадром я уже успела прослезиться. Видно, что животных действительно любили. Захоронения аккуратно обложены камнями. Кто-то принес миски, игрушки. На некоторых могилках хозяева установили даже настоящие надробия. Владелец мастерской по изготовлению памятников Александр Орлов рассказывает, что такие заказы, конечно, нерегулярные, но несколько раз в год точно поступают. Как раз накануне нашей встречи люди попросили сделать надгробие для своей овчарки. Это, как правило, не крупные заказы. То есть это либо какие-то, может быть, остатки. У нас есть там бой на производстве. То есть это небольшие кусочки, которые подходят для гравировки. Мы их всегда со скидкой людям предлагаем. Но в среднем где-то от 3 до 10 тысяч рублей. Это вот средний такой небольшой заказ. Но бывает дороже. То есть были случаи, когда люди заказывали полноценную стелу. Однако хоронить любимцев в лесу или даже у себя на даче по закону нельзя. В первую очередь такой запрет объясняется санитарными нормами. Кошки и собаки умирают не только от старости, но и довольно часто из-за инфекционных заболеваний, которые могут долго жить и в теле животного, и в грунте. Привлекают такие стихийные кладбища и диких животных, и бродячих животных. Соответственно, эти могилки разрывают. Если сами не болеют, то могут быть носителями при контакте с другими животными. При выделении фекалий человек может наступить, принести это домой и заразить свое животное. За нарушение требований бывшим владельцам питомцев могут выписать штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Правильно будет животное кремировать. Сделать это можно, например, в государственной ветстанции. Такую услугу по приему трупов животных для последующей кремации в наших крематорах оказывает Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных. Эта услуга недорогая. 57 рублей, если я не ошибаюсь, за килограмм. Это получается общая кремация? Да, общая кремация. Некоторые фирмы в Мурманской области занимаются индивидуальной кремацией. Соответственно, выдают урночку с прахом. Наша служба также ветеринарно планирует в дальнейшем такую услугу тоже предоставлять. Индивидуальная кремация и стоит значительно дороже. Например, за маленькую собаку до 10 килограммов частники берут не меньше 5 тысяч рублей. Бесплатно, но незаконно похоронить или отдать кругленькую сумму за кремацию. Такую дилемму этой весной пришлось решать Али Бабаджан. После долгих и счастливых лет жизни ушел на радугу ее любимый пекинес Лева. Я вот пришла со временем к выводу, что кремация это, наверное, самое оптимальное в этом случае. У меня уже был 20 лет назад опыт подобных похорон. У моей мамы умерла собака, карликовый пудель. Мы в ноябре месяце с братом 5 часов его хоронили. Потому что снег, земля промерзшая. Мы когда похоронили, сказали, слава богу, что у нас не овчарка и не док. Организовать отдельное кладбище в городе можно, но и это непросто. Во-первых, этим должен кто-то заняться. А во-вторых, места на нем закончатся так же быстро, как и на любом людском кладбище. Такие примеры есть в Москве и Санкт-Петербурге. Все эти могилки снесут. Останки животных придется кремировать, а почву дезинфицировать. Этим займутся владельцы земли вместе с веткомитетом. Конечно, хозяевам будет больно и обидно. Но нужно понимать, что создание таких стихийных кладбищ для домашних животных все-таки незаконно. Лада Егорова, Максим Чинкин и Татьяна Лежняк, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про Вайбер и Ватсап и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше сегодня плюс 18, плюс 20. Возможен дождь. В Умби днем до плюс 20. Осадки. В полярных зорях чуть холоднее. Плюс 15, плюс 17. Дождь. Похожая погода ожидает жителей Апатитов. В Кировске возможен дождь. Плюс 16, плюс 18. В Кавдоре до плюс 18. Солнечно и дождливо. В Манчегорске возможны осадки. В Лавозере около 16 градусов. Выше нуля. Дождь. В Валенегорске солнечно, но возможны осадки. В Никеле до плюс 18. Похожая погода ожидает жителей Заполярного. В столице Северного флота дождь. Плюс 16, плюс 18. В Мурманске солнечно, но возможны осадки. Плюс 16, плюс 18. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин